Здравствуйте, с вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский проверил готовность избирательных участков к голосованию. Я, в общем-то, на себе, вы видите, посмотрел, как будет вести себя человек, на который, начиная с 25 числа, будет приходить и голосовать. Состоялось 11-е внеочередное заседание Совета депутатов. Много решений принято достаточно знаковых. Сотрудники госавтоинспекции провели рейд «нетрезвый водитель». В управлении автомобилем в состоянии алкогольного обвинения предусмотрена административная ответственность по статье 12.8 и 12.26 Кодекса об административных правонарушениях. Безопасность на первом месте. Такую задачу поставил губернатор области перед всеми участковыми избирательными комиссиями, которые будут работать весь период проведения голосования с 25 по 30 июня и 1 июля. В Ленинском городском округе проверил готовность уиков глава муниципалитета Алексей Спаский. Участковую избирательную комиссию, расположенную в здании историко-культурного центра, посетил глава муниципалитета. Его целью было проверить безопасность места для голосования за поправки в Конституцию. Алексей Спаский прошел весь путь, который предстоит пройти каждому голосующему. Продезинфицировал руки, надел перчатки, взял одноразовую ручку. Председатель комиссии Ирина Шершнева объяснила все нюансы предстоящей работы. Кабинки для голосования закрыты лишь с трех сторон, поэтому вход в них расположен сзади. Это тоже все для безопасности голосующих. На данном участке предстоит проголосовать порядка 1700 человек, несмотря на то, что можно посетить участки с 25 по 30 июня, то есть досрочно. Большинство, считает Ирина Алексеевна, придут 1 июля. Все обрабатывается. Каждый час будет обрабатываться, соответственно, после посещения избирателей будем приостанавливать их и обрабатывать помещение. То есть, как бы, ну, довольно-таки серьезно к этому подошли. 1 июля на участке будут работать 9 человек. Шесть членов комиссии, председатели, его заместитель и секретарь. Также будут присутствовать наблюдатели. На участке номер 36-24 их планируется около пяти человек. С 25 по 30 июня состав комиссии будет сокращен до двух. Но в любой день безопасность голосующих должна стоять на первом месте. Я, в общем-то, на себе, вы видите, посмотрел, как будет вести себя человек, который, начиная с 25 числа, будет приходить и голосовать вот от дезинфекции рук до того момента, как будет опущен бюллетень ОРМ. Здесь обеспечены все, причем и для приходящих, те, кто будет голосовать, и для членов участковой комиссии, и на места, включая маски вот эти барьерные, и включая костюмы защитные, с которыми они будут выезжать по квартирам. Вот так будет выглядеть член избирательной комиссии, который отправится на надомное голосование. Он будет одет специальный халат, у него будет вот такой чемодан, и еще много чего интересного. Термометр, антисептик, медицинские маски, ручки. В общем, все для того, чтобы человек, к которому он приехал, смог проголосовать безопасно. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Прошло 11-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. На повестке дня, помимо вопросов, связанных с преобразованием района в городской округ, рассматривалась программа приватизации муниципального имущества округа на 2020 год и ряд вопросов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности муниципалитета. Большинство пунктов повестки заседания касались процесса преобразования муниципалитета из района в городской округ. Это довольно непростая задача, связанная с массой юридических тонкостей. На нынешнем заседании депутаты утвердили во всех поселениях так называемые промежуточные ликвидационные балансы. Это часть процедуры ликвидации Советов депутатов муниципальных образований, которые в настоящий момент упразднены. Мы пока находимся в неком режиме повышенной готовности. Все заседания проводятся в режиме ВКС. Пока мы не сможем собрать депутатов. В любом случае, я считаю, много решений принято достаточно знаковых. Это и поправки в бюджеты поселений. Приводили нормативную базу по бюджетному процессу в поселениях. Также депутаты утвердили программу приватизации муниципального имущества Ленинского городского округа на 2020 год. И рассмотрели документ, устанавливающий плату за наем жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда по договорам социального найма. В рамках нашей постоянной рубрики по адресу Юлия Погасьян отправилась в Восточное Бутово, где в районе Симферопольского шоссе происходит завал строительным мусором одного из съездов. Кому принадлежит эта земля и почему здесь образовалась свалка, узнаете из следующего сюжета. 27-й километр Симферопольского шоссе. Съезд. Еще буквально на прошлой неделе проезжая часть была отчетливо видна. Сегодня полностью засыпана строительным мусором. По словам очевидцев, машины с ним сюда приезжают почти каждый день. Эти фотографии были сделаны на прошлой неделе. Перемены разительные. Я считаю, что это, естественно, ненормально. Проезжаю я по этому участку несколько раз в неделю и своими глазами вижу, как эта мусорная куча растет на глазах. Хотелось бы, чтобы приняли какие-то меры и все-таки очистили этот участок от данного мусора. Местная власть о ситуации в курсе. Земля эта находится в частной собственности под дальнейшую застройку многоэтажными домами. Переговоры с владельцем участка ведутся. На прошлой неделе инспекторы Госадомтехнадзора нарушения зафиксировали, а на днях выписали собственнику штраф и вынесли постановление. В отношении собственника земельного участка возбуждено административное дело производства, выдано предписание, установлен срок до 22 июля. Собственник должен будет вывести все эти отходы. На сегодня установлены блоки, прекраждающие возможный завоз нового мусора, новых отходов, с тем, чтобы на данный участок больше не завозили. Однако блоков уже нет. Значит ли это, что суда продолжают свозить мусор, неизвестно, но объем и площадь загрязнения инспекторы Госадомтехнадзора зафиксировали. Если выяснится, что его стало больше, нарушителей будет ждать дополнительное наказание. Помимо строительного мусора и грунта, сюда сбрасывались обломки надгробных плит. Картина ужасающая. Видно, что это не бутафория. Я думаю, что этот мусор мог вывезен быть и из кладбища близлежащего, что складируется в результате работ на кладбище. Те же надгробные памятники, которые заменяют. То есть это, я думаю, ни в коем случае не связано с актом вандализма. Это, скорее всего, люди меняют в плановом порядке свои памятники родным и близким и вносят их в отходы. Дальше вот этот мусор попал на нашу территорию. В случае, если до 22 июля собственник не очистит территорию, его повторно привлекут к ответственности и в конечном итоге несознательному владельцу участка придется избавиться от мусора. Мы же, в свою очередь, будем следить за ситуацией на Симферобольском шоссе. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВиднетВ. Большое число ДТП происходит сегодня по вине нетрезвых водителей, которые не могут адекватно оценить ситуацию на дороге. Их внимание рассеивается, а реакция становится заторможенной. Именно по этой причине ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения установлена достаточно серьезная. 20 июня в городе Видное на пересечении улиц Школьная и Староногорная сотрудники госавтоинспекции провели акцию «нетрезвый водитель». В течение двух часов инспекторы проверили на предмет алкогольного опьянения 68 автолюбителей. В ходе рейда не было выявлено ни одного нетрезвого водителя. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность по статье 12.8 и 12.26 Кодекса об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также отстранение от управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Также инспекторы напоминают, что если водитель управляет транспортным средством в нетрезвом виде повторно, будучи ранее лишенным права управления, он понесет уголовную ответственность по статье 264 пункт 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкциями которой предусматривается штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Такие оперативно-профилактические мероприятия сотрудники ГИБДД проводят на постоянной основе. Всего за 11 лет он превратил голые поля в цветущий город-сад, а помогали ему в этом без преувеличения все жители от мала до велика. Сегодня герой нашей новой рубрики «Видному 55» почетный гражданин Ленинского района, главный озеленитель города «Видное» Тимофей Игнатьевич Лемешко. Тему продолжит Екатерина Борисова. Мы встретились с краеведом и соавтором проекта «История города в названии улиц. Историко-культурного центра» Александра Михайловна Спиренковой на улице Лемешко, до 1967 года носивший название «Северная». Год назад здесь появился сквер памяти Тимофея Игнатьевича. А на одном из домов – мемориальная табличка. Хоть сам главный видновский озеленитель тут никогда не жил. Жил на временном поселке, восьмая линия, дом 11. А потом уже, когда в основном переехали все на постоянный поселок, рабочий поселок, то он жил на даче. Тимофей Игнатьевич Лемешко родился на Дону в 1889 году. Когда ему было 11 лет, семья потеряла кормильца отца. И Тимофей пошел учиться к кузнечному делу. Затем была работа в каретной мастерской и Первая мировая война, куда юношу призвали артиллеристам. Мечта его была стать агрономом. И, перешагнув 30-летний рубеж, Тимофей Игнатьевич поступает на заочное отделение сельскохозяйственного института. С 1935 года по 1938 год работает в совхозе «Красный маяк» в Ленинском районе Московской области. В сентябре 1938 года Тимофея Игнатьевича назначают начальником коммунального отдела на строительстве Московского коксугазового завода. Во время Великой Отечественной войны на территории МКГЗ размещают авиационный склад, где всю войну трудится лемешка. Ну а после, уже в мирное время, в возрасте 58 лет, он становится заведующим лесопарковым хозяйством. С этого момента начинается превращение обычного рабочего поселка в легендарный город-сад. Активное участие в посадке саженцев принимали школьники. Деревья и кустарники вокруг дворов сажали сами жители. Была такая традиция, что молодожены должны были тоже посадить дерево. За 10 лет, с 1947 года по 1957 год, было высажено 35 тысяч деревьев. Старожилов вспоминает, он был строг, довольно молчалив и часто недоволен своей же собственной работой. Настоящий максималист, отдающийся своему делу на все 100%. Работал с самого раннего утра и до позднего вечера в белом пиджаке, простой соломенной шляпе с палкой в руке и много курившей. Таким запомнили Тимофей Лемешко, его современники. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВИДНОТВ. 24 июня по всей стране будет проходить акция «Звон Победы». В честь защитников Отечества в знак приверженности миру на всей земле в 12 часов местного времени по всей стране после окончания Парада Победы одновременно в течение одной минуты планируется, что будут раздаваться гудки всех транспортных средств от личных авто до общественного. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин